Всем привет! Так, значит, работаете вы с Wildberries, правильно? Почему компания занимается? Да, изначально брендингом, то есть от упаковок или полного формирования дизайна. И вот одно из направлений это именно оформление карточек товаров. То есть для маркетплейсов самый ходовой это Wildberries, Ozone. Ozone чуть меньше, а остальные пока еще к этому не пришли, как Сбер или Яндекс, там белый фон, поэтому пока там делать нечего. Ну и поэтому, собственно, оформляем карты и круто. Ага, так, хорошо. На что это влияет и какой это рынок? То есть можно ли, там, условно, взять и посчитать, типа, в России такого рода услуги, это миллиард рублей на всю страну, например, там, типа, год или месяц. Плюс-минус лапой, то есть надо взять на что-то. В плане дизайна? Да, в плане дизайна конкретно для маркетплейсов. Типа, запуститься так же и вот начать. Ну, тут очень много нюансов, которые называются это собрать команду, которая умеет делать это круто и которая плюс будет еще в надежных таких руках или надежные руки ее будут держать. И, по сути, посчитать, ну, лапой можно. Можно просто взять и подумать, сколько есть всего человек на рынке, допустим, который продают. Это, по-моему, 400 тысяч на ВВБ. Ну и возьмем, там, какую-нибудь среднюю стоимость, там, я не знаю, пусть даже тысячу рублей, да, ну, которую человек тебе занесет или это будет 50% от всего этого. Ну, это вообще так, пальцем в небо. И уже отсюда можно прикидывать. Но в реальностях все намного не так, потому что нужна команда, а это очень важно в нашем деле, которое, собственно, это будет дело уже продвигать. Потому что клиентов много, а те, кто делают тоже, но те, кто делают хорошо, очень мало. Вот тут вся и загвоздочка. Так, а чем хорош и от плохого отличается? Ну, это уровень дизайна, уровень дизайна, уровень подачи, непосредственно сама информация, которая как подается, сама, думающий есть дизайн, да, есть бездумный, просто лишь бы сделать. Это один вариант дизайна. Думающий — это другой. Когда все вместе, плюс еще это на максималочках, как мы умеем это делать, то это уже третье. То есть вот то, что пытаются все, собственно, повторять. Но пока получается мало у кого. А почему? Ну, потому что... А, кстати, для меня это тоже очень хороший вопрос. Почему? То есть когда людям начинаешь показывать, ну, типа, бери, повторяй, то есть там тени наложи красиво, сделай работу со светом, как-то структурируй все красиво, верстку с текстом сделай. А не у многих получается это, потому что просто, ну, как-то не работали, может, в этом стиле, а мы там или непосредственно я просто как-то вот зашел, сделал. И потом прокачался еще больше, и остальные пытаются, пытаются. Ну, в хорошем смысле. То есть тут нет такого, что, типа, что они плохие. Просто ребята пытаются так же сделать, но... Если у них получается, они идут к нам в команду, вот я так скажу. Какой один средний чек там среднего заказа и, соответственно, сколько длится время жизни клиента? Жизнь, время жизни клиента это абсолютно по-разному. Скорее всего, это может быть постоянник. Ну, наверное, 50 на 50, потому что здесь кто-то заходит с монотоваром одним, и ему, типа, ок, он чувствует себя на площадке хорошо, он продает что-то одно. Через там год он поменяет и придет с другим. А бывает так, что у человека есть линейка товаров, или у него разные товары, он пробует, тестирует разные ниши и заходит вот с разными, и, собственно, сразу отгружает у нас дизайн там на 5 артикулов или еще как-то по-разному. Вот. По поводу среднего чека, наверное, это в районе 7 тысяч, я думаю, где-то так. С 7-8, да, наверное. Ага, тоже понятная история. Если мы говорим про площадки, то какие площадки растут и хорошо растут маркетплейсы, там где бизнес делает веселее и удобнее, класснее? А, ну, тут, ну, мы, я думаю, будем говорить про два, Озон и Вайлдберрис, потому что это, очевидно, самые мощные платформы, ну, маркетплейсы те же, да, но веселей, наверное, я бы так сказал, на Вайлдберрисе, выгоднее, наверное, на Вайлдберрисе, а удобнее на Озоне. То есть, как бы, тут такое, то есть, Озон, все хвалят за то, что там очень все понятно, проще, с поддержкой все намного, то есть, такой он более, как сказать, ну, я ВВ никак обижать не хочу, но, типа, у них такая своя движуха, и там все такое, но и выручка там больше, и народу там вроде как больше, а вот на Озоне там более такое все приличненькое, там, такое, но и народу поменьше. Короче, как я слышал, это, ну, я это уже как-то рассказывал кому-то, что, и слышал, что если ты на ВВ зарабатываешь там 100%, то на Озоне это будет то же самое, 30% от этой выручки, ну, это не точно, это вот по слухам, типа, таким. Теревестно. Куда рынок идет, то есть, куда все идет в ближайшие месяцы, что будет происходить, и, соответственно, какие-то ключевые тренды, которые сейчас намеряются? Ну, сложно так прям точно сказать, но, скорее всего, не скорее всего, а уже видно, это бытовая химия, вот прочие такие гигиенические всякие штуки по, именно, от российских производителей, да, потому что многие, типа, опа, самое время пуляться и, как бы, заходить с этим. Так же шмотки все продолжают, так же хорошо идти, даже мебель сейчас вроде подтягивается туда, потому что для меня это вообще открытие было, когда у меня знакомые заказали мебель с ВВ, я думал, что это, типа, такого быть не может, но нет, может, поэтому, типа, мебель-то, скорее всего, тоже, причем, я не говорю, что там это обязательно в квартиру должно быть, может, в офис, когда тебя не парит это, но это уже другая история, вот. Поэтому, а остальное все точно так же, китайские, обычные разные вещи, какие-то тренды, которые появляются, не появляются, но пока супер каких-то, типа, поп-итов, что-то я не видел. Ну, в этом плане тоже понятно. Ну, да, для животных там тоже тема движевая такая, любят ее. А как с конкуренцией на тренды? То есть, если мы говорим про как раз, вот, про капчу, дизайн, вообще всякие штуки. Угу, угу. Сейчас уже достаточно большая, но так как мы вот первые ворвались в это движение, то, по сути, она как бы есть, но она из серии, что мы конкурируем не со студиями, а с фрилансерами. Поэтому тут как бы, ну, вот как-то так. То есть, у нас есть просто, просто нас чем конкурент, конкуренты нас могут демпингом только делать. Но так как люди знают, что качество и что оно дает в результате, то никого не пугает вот эта вот там стоимость какая-то другая. Хотя она небольшая, в рамках бизнеса это, ну, это немного. Когда, тем более, если тебе хороший дизайн принесет x2 продаж, это, ну, это мощно. Даже если, ну, полтора или что-то такое, да, вот. Поэтому, по сути, конкуренция большая, но нам как-то вообще не страшно. По крайней мере, сейчас. Интересно. Спасибо большое. Через некоторое время мы узнаем, как у вас дела. Спасибо. Спасибо большое. Вернулись от Стас Жираковский. И с нами сейчас на связи управляющий партнер Живой комплекс Лес Олег Дедков. Московский рынок недвижимости сегодня у нас с вами. Здравствуйте. Добрый вечер. Так, как себя чувствует Живой рынок недвижимости-то? Вот, Московский. Что с ним происходит? Пока жив, но я бы сказал, что он находится, живет с помощью медицинских приспособлений. Ага. Прям как с автомобилями. Ну, с автомобилями похуже, конечно, да? То есть там как бы что-то рынок новых автомобилей продаж там стал, на 90% все упало. Это ставки, да, повлияли так банковские? Это повлияли ставки, и это повлияло общая экономическая ситуация, настроение людей. Потому что, ну, в целом порядка 70% рынка – это ипотека. Ипотека – это не только ставки, это вера людей в собственное будущее, в будущее собственной страны. Если вера пропадает или вера ослабевает, соответственно, ослабевает спрос на недвижимость, потому что люди рассчитывают на 20-30 лет выплат, они не готовы в такую кабалу впрягаться, если не уверены, что все закончится позитивно. Поэтому очень сильно, очень велика роль психологии в рынке недвижимости. Сейчас психология превалирует надо всем. После того, как ставки снизились, после того, как различные появились ипотечные программы, как государственные, так и субсидированные самими застройщиками, рынок начал оживать, но на фоне рынка, который мы видели в прошлом году, это не совсем жизнь. Так, хорошо. Я вот смотрю, что тут написано «бизнес-класс» про лес, да? А что такое на московском рынке бизнес-класс? Чем отличается эконом, комфорт, бизнес-класс? То есть вот эти все истории, они же вроде как чисто про маркетинг или нет? Или действительно в этом есть какое-то наполнение? То есть какое наполнение в понятие «бизнес-класс», например, входит? Очень хороший вопрос. Вы правы. В основном это про маркетинг. Но, как на самом деле, если по-честному, ну и с профессиональной точки зрения, эконома в Москве фактически нет. В границах старой Москвы такого понятия, как жилье эконом-класса, нет. Ну, то есть это было панельное жилье, его фактически не строят. Московский рынок – это комфорт, бизнес, премиум и делюкс. Разница между комфортом и бизнесом, помимо локаций, ну, понятно, что в Капотне или Бирюлёво бизнес-класс, наверное, строить тяжело. Поэтому это, конечно, локация. Но в тех районах, в которых можно построить комфорт, можно строить и бизнес-класс. Основное различие – это квартирография и средняя площадь лота. То есть понятно, что в бизнес-классе это больше, чем в комфорте. Но на самом деле средняя площадь лота за последние 10 лет – тенденция к снижению. То есть даже в бизнесе средняя площадь лота очень сильно уменьшилась. Почему? Потому что стоимость квадратного метра сильно подросла. А, понял. Соответственно, естественно, это, к сожалению, играет против покупателей, играет на нас, то есть на создателей продукта. Потому что продается большее количество продукта по более высокой цене, но единичная стоимость лота кажется, что она не меняется, или она становится чуть меньше за счет того, что меньше средняя площадь. Ну, например, у нас это апартаменты. Это не жилье, это апартаменты гостиничного типа. Вот у нас средний лот для среднестатистической семьи с двумя спальнями – это 70 квадратных метров. Десять лет назад невозможно было себе представить жилье бизнес-класса такой площадью. Ну, на самом деле, эти 70 метров, они наполнены всем функционалом соответствующим классу. То есть это два полноценных санузла, причем один санузел, он при мастер-спальне, то есть из мастер-спальни мы сразу попадаем в санузел при ней. Это большая просторная кухня-гостиная, это панорамное остекление. А вот дальше, что отличает комфорт от эконома, бизнес, извините, бизнес от комфорта, это уже характеристики самого здания. Это прежде всего инженерия. Это лифты, это радиаторы, это система вентиляции и кондиционирования, это электрика, это наличие, например, как у нас, система бесперебойного снабжения горячей водой, в том числе в период, когда отключается отопление. У нас в здании также предусмотрено центральное кондиционирование. В каждом апартаменте, соответственно, стоит система кондиционирования Electrolux, радиаторы, стальные панельные радиаторы дизайнерские, которые окрашены в тот же цвет, что и витражная система, что глазу крайне приятно, потому что окна у нас темно-серого цвета, соответственно, темно-серого цвета радиаторы, и соответствующая дорогостоящая западноевропейского производства запорная арматура этих радиаторов, то есть эти термоголовки. Это лифты, это вестибюли, это зона общего пользования, то есть это то, что отличает бизнес от комфорта. Это придомовая территория, это подземный паркинг, это обеспеченность подземного паркинга на один лот. Понятно. С точки зрения бизнеса, маржинальность в бизнес-классе выше, чем в комфорте или нет, и чем в экономе, например. Эконом-то, понятное дело, там на то, на эконом на том, что и маржинальность не высокая, цена не высокая, там отжимается, все это обычно. А что с бизнесом? Совпадает ли тут история с тем, что выше цена, выше маржинальность? Нет, не совпадает. То есть, когда-то, в начале, середине 2000-х, когда-то, в принципе, появилось само понятие бизнес-класса, это было, безусловно, гораздо более маржинальной историей. И, на самом деле, первые примеры бизнес-класса – это в то время гремящие ЖК, Донстроя, еще того Донстроя, не того Донстроя, который сейчас принадлежит группе ВТБ, а Донстроя с частными бенефициарами, господами Зеленовым и Блажков, Алые Паруса, Темные Небеса и прочие трюмф-паласы – это как раз первые примеры бизнес-класса. То есть, очень большие дома, то есть, не клубные дома, дома, в которых сотни, а может быть, тысячи квартир, но, тем не менее, по планировкам и по инженерии, соответствующие стандартам бизнес-класса. То, о чем мы до этого говорили – лифты, кондиционирование, вентиляция, красивые лобби. И 15-20 лет назад это гораздо был более маржинальный бизнес. Себестоимость строительства постоянно росла. И на сегодняшний момент, с учетом того, как резко последние два года росли цены во всех сегментах, маржинальность строительства комфорт-класса значительно выше, чем бизнеса. Тем более, что мы понимаем, что жилой комплекс комфорт-класса в большинстве случаев больше, чем жилой комплекс бизнес-класса. Поэтому для предпринимателя, для девелопера комфорт-класс гораздо более маржинален, чем бизнес. А в нынешних обстоятельствах, когда есть проблемы с логистикой, есть проблемы с поставками западного оборудования инженерного, отделочных материалов, на самом деле с бизнес-классом вообще большие проблемы. Потому что если мы еще на пару ступенях идем наверх, то есть в премиум и в делюкс, там безусловно такие же проблемы с поставками, такие же проблемы с материалами. Но размер зданий в разы и на порядке меньше, там проще работать с помощью параллельного импорта, это завозить. И плюс к этому в верхних сегментах, там маржинальность на квадратный метр, она, конечно, значительно выше, поэтому у застройщиков есть возможность компенсировать возросшую себестоимость. А в бизнес-классе такой возможности нет. Ну и там люди менее чувствительны к цене. В этой связи, мои прогнозы, что на ближайшие годы такое понятие, как бизнес-класс, оно станет динозавром рынка недвижимости. То есть скорее, опять это будет маркетинговый ход, и будут рассказывать про бизнес-класс, но на самом деле это будет какой-то комфорт-плюс. Полноценный бизнес-класс сейчас обречен в связи с ножницами, в которые он попал, рост себестоимости и, соответственно, падение продаж. Потому что кто, опять же, является покупателем жилья или апартаментов бизнес-класса? Это средний класс. Средний класс – это наиболее пострадавшая прослойка от того кризиса, который мы видим. Бедные остаются, богатые остаются, средний класс вымывается. Точнее, он переходит обычно в ситуации растущей экономики. Часть среднего класса переходит в более высокий сегмент. В ситуации падающей экономики, в которой мы сейчас находимся, средний класс падает в более низкий сегмент, становится покупателем жилья комфорт-класса. Интересно. Спасибо большое. Через некоторое время тогда узнаем, как у вас дела. Вернулись от Стар Жираковский и записываюсь. Из необычного сегодня места. 57-я больница. Сегодня, в общем, как-то так. Но это все еще капитаны бизнеса, чтобы вы знали. И сейчас с нами на связи основатель экосистемы услуг для пожилых людей ОПЕКа. Алексей Маврин. Приветствую. Приветствую, Алексей. Одну секундочку, Станислав. У меня что-то тут наушники, то включается, то включается. Вот я все с вами. Отлично. Я вас слышу прекрасно. Да, давайте посмотрим, что такое вот экосистема услуг для пожилых ОПЕКа. Что это за компания, какой рынок и как это все работает? Ну, вообще, мы начинали в 2008 году с пансионатов для пожилых людей. И, в принципе, на сегодняшний момент это 15 пансионатов в пяти регионах. Мы имеем медицинскую лицензию. У нас более тысячи человек проживает в пансионатах сегодня. Мы работаем с государством, работаем с медиками, у нас медицинские лицензии. Вот у нас есть и будучащий центр. Но мы какое-то время поняли, что на самом деле, ну, кто-то не хочет пансионат ехать для пожилых, кому-то просто еще, может быть, не нужно. Но нужен другой сервис, это патронаж на дому. То есть, когда приходит сиделка на дому и делают какие-то вещи. То есть, например, там помогает помыть, приготовить, убраться. Помыть человека, помочь. И у нас теперь это и патронаж. То есть, сегодня 500 человек в тех же регионах, где присутствуют пансионаты. Также мы через какое-то время поняли, что пожилые люди очень плохо питаются дома. Ну, вот поэтому мы подумали, а почему бы нам из наших пансионатов не привозить питание на дому людям. Потом мы посмотрели, что пожилые люди живут дома небезопасно. То есть, они могут упасть, например, с инсультом или просто споткнуться. И никто об этом не узнает. И вот мы сделали такую умную опеку, то есть, как онлайн-сиделка. Мы ставим видеокамеры и с помощью искусственного интеллекта и людей определяем падение, первое. И второе – мошенников, хулиганов, которые приходят к нашим бабушкам и дедушкам и что-то им постоянно пытаются допродать. Ну, а также вот юридические услуги, которые помогают пожилым людям получить разные льготы от государства, получить инвалидность, или родственников, получение недееспособности их близких. Ну, пока такие сервисы. Ну, и в будущем мы хотим создать еще такую собственную торговую марку, которая бы занималась бы и одеждой, и средствами реабилитации, и средствами гигиены. А какой-то рынок, то есть, какого он размера примерно? Я понял, что, в принципе, слапать можно, посчитать там, но оценить хотя бы и конкуренцию, наверное. Ну, рынок в деньгах или в людях в чем? Давайте в деньгах и в людях. В том и в том можно. И данные какие-то оценочки. Ну, давайте. Ну, так вот, чтобы просто округлить, ну, чтобы легко было, да, например, проживать в пансионате в течение года, это где-то там 800 тысяч будет стоить. Ну, вот. А если мы говорим про, там, сегодняшнее количество стационаров, ну, или стационарных коек, так называемых, вот, то у государства есть 220 тысяч, а у частных компаний, ну, наверное, под 80. Это по всей России, если мы говорим, да. Ну, грубо говоря, 300 тысяч. Вот, 300 умножаем, ну, просто там, на миллион, ну, примерно, да, получаем 300 миллиардов. Рынок только пансионатов для пожилых людей. А есть еще патронаж, который, в принципе, довольно такой, но в четыре раза это больше должен быть. Ну, так по статистике, если с иностранцами брать. Но в четыре раза больше по людям, но там средняя цена дешевле. Ну, вот. Ну, грубо говоря, я думаю, что, ну, может быть, под триллион, под триллион получается. Насколько высока конкуренция на этом рынке? То есть триллион – это очень значимая, понятная цифра. Часто у нас тут такие рынки бывают, но в целом конкуренция тогда. Конкуренция, ну, есть один большой оператор – это государство, 220 тысяч, да, и там очень много людей на патронаже, на дому, так скажем, социальные работники и так далее. Есть частные компании, ну, одна из крупнейших – это мы, ну, вот, но на фоне там государства, но мы как бы вообще даже меньше одного процента, да. А в целом есть такой стихийный рынок, если говорить про сиделок, он больше в черной зоне, так скажем, потому что там все больше за кэш, люди работают, то есть, у подруги кого-то там, да, или просто человек приехал из другого региона, ну, вот, поэтому здесь он такой весь в теневом секторе. Ну, и тоже, если говорить про пансионат, некоторые такие для пожилых, довольно много, кто прячется в коттеджах, но тоже так, коттеджи, какие-то квартиры, дома в деревнях, вот, которые, ну, трудно назвать, наверное, там каким-то объектом коммерческой деятельности, но то, что там людям помогают, ну, да, точно, в какой степени там уже такой детальный вопрос, но в целом. Понимаете, чем штука? Здесь как бы вот, как этот рынок, да, вот оценивать, ну, чтобы было понятно, как с ресторанами, да, например, есть большой рынок ресторанов, а есть еще очень огромный рынок, ну, когда люди дома готовят, так скажем, так же и здесь, получается, есть вроде как большой рынок, ну, с ресторанами, конечно, не сравнить поменьше, но таких домов-присталевых, вот, а есть вот еще огромный рынок, как это дома, когда люди сами ухаживают, или, например, в каких-то квартирах организовывать такие маленькие предпринимать. Ну, да, понимаю, очень понятная история. Какие будут тренды и какие ключевые вещи будут происходить на этом рынке в ближайшие месяцы? Ну, если все годы планировать, такое, конечно, сейчас появляется, как обычно, но все-таки. будет только расти, то есть количество пожилых людей вообще, оно и в мире растет, и в России. То есть, когда мы говорим о том, что продолжительность жизни увеличивается, это значит, что количество пожилых людей больше. На сегодняшний момент это 24% от населения, это люди, так скажем, пожилого возраста, старше 65 лет. То есть, это четверть населения. Прогнозируется, что там через 5 лет таких людей станет на 3 миллиона больше в нашей стране. Поэтому рынок абсолютно точно будет расти. Если говорить про рынок, что же такое рынок пожилых людей? Ну, чтобы можно было представить так довольно наглядно, это как вот детский, как рынок для детей. То есть, начинаем с питания. Вот, для пожилых людей отдельное питание нужно, отдельная одежда, ну, потому что, ой. она удобная должна быть, как или нет. Ну, к тому, что пуговички для пожилых сложно застегнуть, им нужна молния, большая молния, или на магнитиках что-то, или там специально, чтобы снималось, ну, трудно снять нижнее белье через ноги, оно должно специально сбоку. То есть, нюансов очень много. Все, что касается средств реабилитации, все, что касается лекарственных средств, огромный просто на сегодняшний момент рынок. Ну, и, конечно, услуги. Услуги для пожилых, это, начиная от маникюр, педикюр, там, уход за волосами, там, за всеми другими вещами. Это тоже очень сильно растет, потому что количество пожилых растет, и еще, надо сказать, что менталитет просто меняется. То есть, те люди, которые там сегодня у нас проживают, это люди, которые, ну, родились до войны. А те люди, которые, так скажем, подходят к этому возрасту, они уже больше привыкшие к сервису, к услугам и так далее. Поэтому рынок огромный, расти будет, но только надо единственное, что вот очень часто люди как-то ошибаются и делают, прикидывают как бы на себя. Они говорят, ну, я бы вот хотел в старости вот получать вот такую-то услугу. А люди, пожилые, на сегодняшний момент не хотят такую услугу получать. Ну, как пример, вот я рассказываю там всем, крем-суп, да, допустим, вот у нас шеф-повар приготовил крем-суп, принес это бабушкам, которым там 82 года. Они говорят, слушай, а что это такое? Он говорит, это крем-суп. Он говорит, не-не, дайте нам борщ нормальный. То есть, вот такая штука, да. И когда мы делаем эту прикидку на себя, что мы бы хотели, наверное, пожилым людям там дать крем-суп, к примеру, то многие пожилые не оценили. Поэтому одна из таких ошибок предпринимателей, что они все пытаются сделать как бы для себя. А надо все-таки посмотреть, что хотят отходить. Спасибо. Через некоторое время узнаем, как у вас дела. Интересно. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok